Антибиотик, которым лечили осложнение от коронавируса, оказался смертельно опасным. Речь идет о популярном и доступном средстве – азитромицине. Его широко назначали зараженным коронавирусом во всем мире, а недавно американские ученые выяснили, препарат убивает иммунитет, вызывает глухоту и может привести к остановке сердца. С иностранными коллегами согласились и казахстанские эксперты, а между тем жители страны принимали его для профилактики. Ксения Пленица выясняла, чем опасна смертельная пилюля. Дешевый и действенный препарат от пневмонии стал номером один в борьбе с коронавирусом. Популярное средство назначали врачи, им же для профилактики закупались казахстанцы. Десятки пачек в день. В пик пандемии азитромицин едва не оказался в дефиците. Антибиотик широкого спектра действия применяется при острых инфекционных заболеваниях, верхних, нижних дыхательных путей. Сейчас он пользуется особым спросом. Медики подтверждают, в борьбе с пневмонией препарат действительно работает. Вот только борется он не с вирусами, а с бактериями. Эта форма заболевания легких может возникнуть на поздней стадии коронавируса. Но даже при таком течении болезни пить антибиотик бесконтрольно опасно. Сочетание данного препарата с другими препаратами может иметь плачевные результаты. У него есть ряд побочных действий. Например, нужно с осторожностью применять у таких пациентов, которые имеют сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы. Потому что азитромицин может приводить к удлинению интервала КУТ на ЭКГ и приводить к аритмии. О том, что азитромицин поражает сердце, слух, желудочно-кишечный тракт и нервную систему, первыми заговорили американские ученые. Они выяснили у препарата много побочных эффектов. К примеру, его нельзя сочетать с лекарствами, разжижающими кровь. Именно такие назначают при коронавирусе. После антибиотика стандарта лечения исключили. Медики признают, за время пандемии наделали немало ошибок. Применение азитромицинодома для профилактики, для лечения новой коронавирусной инфекции может извинить свертывание крови. И в этой связи наступит просто смерть. Огромное количество мертвых в разных странах мира мы видим из-за нарушений тактики лечения. Новая коронавирусная инфекция была для нас действительно новым испытанием. И первый месяц-полтора мы лечили тем, что было на слуху. Сколько пачек уже успели выпить казахстанцы, сказать сложно. Сейчас препарат назначают только при бактериальной пневмонии. Да и то не всем. В Минздраве сообщили, сначала пациента нужно обследовать. В целом данный препарат не применяется у пациентов, которые находятся на диспансерном учете с патологией сердечной патологии, особенно с так называемым удлиненным интервалом QT. И перед назначением данного препарата обязательно проводится ЭКГ, исследование для оценки работы сердца. Если же пациент не готов, то этот препарат, естественно, не применяется. Всего в Казахстане зарегистрировано 68 препаратов, содержащих азитромицин. Сегодня они отпускаются в аптеках строго по рецепту. В Минздраве заверили, в стране еще не было ни одного случая с побочными эффектами. Ксения Поленица, Фарид Якупов, КТК, Алматы.